Всем привет! Поздравляю вас с новым 2024 годом! Спасибо, что смотрите наше видео и поддерживаете нас! Сегодня я подготовила для вас подборку лучших ранкнутых карт за декабрь 2023 года. Надеюсь, она вам понравится. Приятного просмотра! Тут Сатаркс ожил и ранкнул карту под милую новогоднюю песенку. 182 бпм трек, много див и формильные джампы в стиле Сатаркса. Но вот Монстрата решил выделиться и замапал под эту милейшую песенку технокарту с быстрыми слайдерами. Очень советую заценить его сложность. Вторую карту, на которую я хотел бы обратить ваше внимание, сделал маппер Хе-Хе. Его карта уже попадала в одну из моих прошлых подборок. А на сей раз это 160 бпм трек от исполнителя Айл. В Осу он известен благодаря треку Спутник с множеством разных делителей, из-за чего карта, замапанная под него, играется весьма интересно. В сегодняшнем треке с делителями все попроще, но от этого карта не становится менее интересной. На сложности экстра много фингерконтрольных паттернов и стримов с увеличивающимся спейсингом, подчеркивающим повышение тонов треки. А на последней диффе замапана карта в восьмом аэре и с нестандартной ритмикой, которая не даст вам заскучать. Так что выбирайте сложность себе по душе и играйте в свое удовольствие. Следующая карта в подборке замапана под трек с очень приятным вокалом. Мне понравилось, как маппер на последней сложности подчеркнул синты и вокал длинными слайдерами. А также оверлапы между объектами на карте очень красивые. В целом она смотрится эстетично и хорошо подходит под этот трек. Сложностей тут много, так что каждый из вас сможет выбрать ту, которая подходит под его скилл и сыграть, если трек понравился. К слову, один из его исполнителей группа Cartoon есть также в исполнителях таких треков как See You Again, Why We Lose, Whatever I Do, которые также замапаны в осу и некоторые из них я играла, когда только пришла в эту игру. Я обязательно оставлю ссылки на эти карты в описании, чтобы вы тоже смогли сыграть их и оценить эти треки. Очень задорная песенка в жанре фолк не оставит равнодушным никого. Карта, замапанная под нее, имеет всего две сложности 5 и 6 звезд. Больше всего мне понравилась последняя, хотя они обе сделаны вполне достойно. Очень красивая и аккуратная карта с джампами и берстами 268 bpm играется очень приятно. Даже хит-саунды здесь подобраны хорошо настолько, что эту карту хочется играть с ними. Они очень неплохо дополняют звучание песни. Так что, если вам понравилась эта карта, то бегом скачивать ее и играть. Очень интересная обработка вокала в этом электронном треке не смогла оставить меня равнодушной. Под него замапали несколько сложностей, на последней из которых есть довольно-таки интересные траектории берсты, где-то под вокал, а где-то под неплановый синт трека. Но вот bpm их определить весьма трудно, потому что он тут меняется очень часто от 118 до 126 bpm. И самые популярные его значения это 125 и 126. И порой они меняются настолько часто, что это немного пугает. Не знаю, как это отразится на игре, и поэтому я прошу вас сыграть эту карту и рассказать мне в комментариях, как она ощущается и насколько просто играется в Аку. Снова маппер Хе-Хе и 146 bpm трек, который является официальным гимном чемпионата мира по Лиге Легенд 2023 года. Создан он был в сотрудничестве с популярной девичьей кей-поп группой New Jeans. Никогда не играла в эту игру, но трек звучит очень круто. Я безумно рада, что карту под него замапали в осу. И очень жаль, что на последней сложности маппер выдумывает свою ритмику, овермапая тройки, наверное в угоду усложнения припева и пропуская звуки, которые в треке на самом деле есть. В общем, все по канону современного маппинга, но в остальном на самом деле очень неплохая карта вышла. Смена СВ слайдеров очень хорошо подчеркивает интенсивность трека. И так как почти никого из вас этот овермаппинг волновать не будет, скорее всего, то играйте в свое удовольствие, ведь сам трек действительно достоин вашего внимания. Асфиксия, состоящий в осу алюмнии, замапал карту с овермапнутыми тройками. А вы ожидали чего-то другого? Я лично даже не удивлена. Карта имеет несколько сложностей и только на инсейнике овермапнутых паттернов почти нет. Но на двух последних дифах их весьма немало. Но вот что мне понравилось, так это то, как тут замапанный слайдер джампы, какие формы слайдеров использовал маппер и как он расставил их в пространстве. Много карт пересмотрела, а такие паттерны мало где видела. Трек, под который сделана эта карта, 176 bpm с приятным женским вокалом на английском языке в жанре drum and bass. Думаю, он многим из вас понравится и вы будете рады сыграть эту карту. Следующая карта у нас под трек Реолочки, которую мы со Слоем просто обожаем. И когда я смотрела ее в эдитере, он подошел ко мне, офигел, и сказал, что хочет сам рассказать про эту карту. Поэтому передаю слово ему. Эту песню я услышал еще до того, как стал фанатом Реолы. Это была одна из первых ее песен, которую я начал заслушивать. И в моей памяти она теперь непрерывно связана с очень важным периодом жизни. Периодом, когда я начал фрилансить. Это было осенью, когда я вместо посещения универа разъезжал на велосипеде по городу и выполнял свои первые скучные заказы по обработке фото, сидя в кафешках с ноутом. Все это время в наушниках у меня играла в том числе эта самая песня Реолочки. Звучание у нее резкое, неспокойное и как будто чего-то ожидающее. Ровно так же я себя чувствовал в то время. Возможно, поэтому она мне тогда и запала в душу. И, конечно же, я не мог не поискать под нее карту в осу. Нашелся тогда один играбельный мапсет, замапанный еще в 2017 году, который лежал в профиле Professional Box, хотя на карте не было его личной дифы, а только коллапс его участием. Но что важнее, там был инсейник, который мне вполне понравился и я его играл. Зачем я вообще вспомнил про эту карту? Да за тем, что все дифы той карты впоследствии были с небольшими изменениями перенесены в другой мапсет, который вместе с еще несколькими дифами ранкнули в декабре 2023 года. Инсейник этой карты сейчас перед вами. В нем нет овермаппинга и он хорошо передает ритмику песни, в отличие от некоторых других сложностей на карте. Так что советую вам его сыграть и вместе с этим послушать песню, которая для меня олицетворяет период, навсегда изменивший мою жизнь в лучшую сторону. Этот электронный трек имеет такой же БПМ, как и предыдущий трек от Риол, а именно 240. Звучит он весьма необычно и замапан тоже не совсем стандартно. Единственное, я не понимаю, почему на последней сложности, в парте, где звучит множество звуков, под которые так и напрашиваются фингер-контрольные паттерны, они просто проигнорированы, а на предыдущей упрощены реверсы. Мне бы хотелось попробовать сыграть подобные перебивки, прожимая под них берсты. Но ладно, это уже дело маппера, а я просто высказываю мнение о карте. Ну а вы можете идти и смело играть эту карту, если трек вам понравился. Мне очень нравятся песни группы Акацуки Рекордс, и этот трек не исключение. Карта под него замапана 178 БПМ, со стримами, переходящими в спейсы, и квадратными джампами на Ласт Диве. Помимо этой сложности, у карты есть и другие, которые могут понравиться кому-то из вас, и смогут порадовать игроков с разным уровнем скилла в игре. Поэтому всем, кто любит эту группу, обязательно советую сыграть эту карту. Карта Холлоу Винкса, сабмитнутая еще в 2021 году, стала ранкнутой. Думаю, все знают этого маппера и его довольно популярную карту с очень сложными слайдерами и не менее сложным названием трека, под который она замапана. Казалось бы, благодаря этой карте в игре должны были начать учитывать слайдеры, их СВ, сложность АИМа, их читалку, но кажется, что-то пошло не так. Ладно, я что-то отошла от темы. Вернемся к нашей карте. На последней сложности она не имеет ни одного кружочка и замапана очень и очень необычно. Интересно, как это восьмое чудо света будет играться. Может, расскажете мне? Я буду очень рада, а то смотрю на это и даже немного страшно становится. Помимо этой сложности, тут есть и другие, каждый из которых чем-то уникально. Так что снова можете выбирать на свой вкус и скилл. Может, после этой карты народ начнет задумываться, что с пп-системой и старрейтом в игре что-то не так. Эх, мечты. Калайо, Пимори и Камелия? Об этом коллабе, пожалуй, можно было только мечтать. Трек звучит просто сногсшибательно. И маппер Смоклинт подарил нам прекрасную техмапу под этот шедевр. Радует, что тут много сложностей, а то последняя целых восемь звезд. А я очень хочу сыграть карту под этот трек. Многие из див очень красивые и структурированные, что не может не радовать. Обязательно сыграйте эту карту, ведь мимо таких шедевров просто противопоказано проходить мимо. Ники Вафур написал электронный трек 185 bpm по мотивам Андертейла со странным лириксом, который очень необычно звучит. Под него замапали карту, у которой много див, на последней из которых мне очень понравились быстрые короткие слайдеры, которые меняются на очень медленные. И это хорошо подчеркивает тот парт, под который они замапаны. Те, кому нравятся подобные треки, зацените эту карту. Думаю, хотя бы одна из всех див на ней вам точно понравится. Электронный трек, в исполнителях которого указан Skrillex. Но, насколько я знаю, он запретил использовать его треки в осу. Интересно, как это работает? Карта под этот трек замапана весьма неплохая. На последней сложности которой есть 280 bpm джампы. А на другой сложности попроще есть вот такие слайдеры. Красиво и необычно. Думаю, после этого многие из вас захотят попробовать сыграть хотя бы одну дифу на этой карте. Ну а теперь карта под русский трек под названием Дурак и Молния, который мне очень нравится. Я рада, что под него замапали и даже ранкнули карту. Она довольно обыкновенная, с джампами 176 bpm и невысоким старрейдом. Самое то, чтобы расслабиться и послушать эту чудесную песню. Ну а напоследок карта под трек в жанре металл на английском языке, в котором поется про Рождество во время войны 1942 года и про польского Санту, который... а вот что он там делал, вы сами сможете узнать, когда скачаете карту и послушаете трек. Здесь есть джампы и бёрсты 210 bpm. Думаю, ее будет очень приятно сыграть тем, кто любит и умеет фингер контролить такую скорость. Тут много сложностей, так что каждый из вас сможет найти дифу себе по душе и прочувствовать эту атмосферу. Думаю, будет просто идеально закончить видео именно этой картой. Поэтому я прощаюсь с вами. Еще раз всех поздравляю с новым годом, думаю уже наступившим, ибо до 31 декабря я это никак не успею смонтировать. Всех люблю, будьте счастливы, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok